Крымский пармезан На крайне высочайшем, я бы даже сказал То есть мы можем, в принципе, по этому году проследить, как меняется эта степень Но вот гостеприимство крымчан от самого высокого к высочайшему уровню Я напомню, значит, что человек, поставленный Москвой руководить оккупированным Крымом По имени Сергея, по фамилии Аксенов Решил, что с 1 мая за всеми приезжими будет особый контроль Ну, правда, про особый контроль он уже рассказывает практически весь месяц Но если раньше он просто грозил и просил, что не надо приезжать в Крым Крымчанам, кстати, угрожали и не только угрожали Но и накладывали на них самые реальные штрафы Там от 5 до 30 тысяч рублей А вот с приезжими ничего сделать не могли Они просто... ну, приезжие имеется в виду из соседней России Они просто-напросто приезжали, останавливались, где хотели, гуляли А штрафовать их не могли Потому что вот за нарушение этого самого так называемого режима самоизоляции Штрафа для них никакого реального не было Могли только составить протокол и отправить по месту их регистрации в соседнюю Россию Но вот теперь, значит, с 1 мая Аксенов говорит Теперь точно все поменяется, потому что за всеми приезжими будет особый контроль Приехал в Крым, например, и у тебя нет крымской прописки Отправляйся в обсерватор Давайте послушаем Сергея Аксенова С целью ограничить поток приезжих на сегодняшний день на полуостров На эти 12 выходных дней мы приняли решение Все приезжие, не имеющие крымской прописки, в данном случае Не имеющие собственности апартаментов или квартиры на территории Республики Крым Где могли бы находиться, будут помещены в обсерватор на 2 недели Мера исключительная, но связанная с тем, чтобы на майские праздники Ограничить миграцию, как можно меньше, так сказать, создать эту зону риска В рамках борьбы с эпидемией других эффективных мер предложить не сможем Поэтому все, кто прибудет, будут сразу направляться на эти 2 недели Считайте до 14 мая в обсерватор То есть других вариантов не будет Сбылась мечта крымчан, наконец-то к ним перестанут ехать эти надоедливые туристы Которые чего-то еще требуют А вообще, я полагаю, что нужно делать иначе Нет, это ваш этап А как? Человек прилетает, например, в Крым из Москвы отдыхать У него на трапе прямо забирают все деньги и отправляют в обсервацию на 2 недели Подожди, за обсервацию платить иногда тоже нужно На самом деле, вот эти слова Сергея Аксенова мне напоминают, что он включил режим реального пацана Потому что все, что он говорил до этого, это было вот не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале То есть, как бы вот, вы российские туристы, вы не должны к нам ехать Мы вот, ай-яй-яй Теперь он уже просто предлагает, что за ними, их нужно отслеживать Я уже представляю себе казачьи патрули, которые вот с ЛАЦО отслеживают их всех Коллеги, дело в том, что вот вообще идеальное Вот, Паш, я тебе скажу и тебе, Стас скажу И нашим радиослушателям и зрителям скажу Что идеальный с точки зрения крымчан, вообще турист Это тот, который не тот, который приезжает, прилетает, допустим, в аэропорт Симферополя Или приезжает там через этот мост А потом куда-то отправляется на эту обсервацию, там, на две недели А потом его, может быть, сразу А потом у него отпуск закончился, он улетел обратно А тот турист, который прилетел, у которого забрали деньги И улетел сразу же обратно А вообще, самый идеальный турист с точки зрения большинства крымчан Наверное, тот, который просто перечислил деньги, а сам даже не прилетел Мзда Крыму Я просто хочу обратить внимание, что на самом деле коррупция есть и ту Потому что в Крыму открыли два новых обсерватора Ну, то есть там, где, соответственно, должны перекантовываться Армянск и Джанкой, да я угадаю? Ну, практически Открыли два обсерватора новых Там, где должны, значит, перекантовываться Те незадачливые россияне, которые все-таки решили скоротать майские на территории полуострова Так вот Но при этом один из обсерваторов находится в Евпатории Ну, в принципе, да, неплохой город, но тем не менее А второй обсерватор развернут в Ялте и будет находиться в санатории Мисхор с видом на море Это пять звезд обсерваторов? Ну, да, то есть вы как бы, то есть Знаете, я просто представляю себе Вот как бы это известная история из похождения Шурика Выстраиваются российские туристы, перед ними шагают милиционеры И говорят, то есть, ну, как бы Так, Джанкой, два человека Знаешь, где стоят Армянск, два человека Там, я не знаю, там Семист, все делают шаг вперед Сегодня заказов на туристов не прислал И так далее, и так далее Да, но это на самом деле Вот если сравнивать ситуацию сейчас Крыма и соседнего Севастополя Ну, так позвольте, поскольку две административные единицы Так вот, значит, в Крыму Все, кто прибывает, вот этих российских туристов Или просто приезжих на территорию купированного полуострова Их за бюджетные деньги собираются отправлять в эти обсерваторы А в Севастополе говорят, нет, как бы Вы заплатите еще за то, что будете там жить И поэтому я думаю, что в этом году Вполне возможно, среди некоторых жителей соседней России Будут очень популярны такие туры в обсерватор, например, в Крым Причем это же, ну, если это бесплатно Да, ты покупаешь просто билет на самолет, например В аэропорт Симферополя Прилетаешь, тебе там говорят У вас есть жилье в Крыму? Он говорит, нет Ну, тогда вам в обсерватор на две недели То есть можно сразу на две недели уже купить обратный билет Две недели прожить в этом обсерваторе В санатории Мисхор Вот об этом пока что не говорит на самом деле Подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Вадим Волчин Давайте послушаем, что же он все же говорит туристам Вот, которые думают приехать в Крым Наверное, мы в какой-то степени стали инициаторами Целого ряда ограничений Например, сегодня, вы знаете, то, что глава республики Объявил то, что все приезжающие в Крым Жители других регионов России, не имеющие здесь прописки, регистрации Либо недвижимости Все попадают в обсерватор на 14 дней Хочется еще раз сказать И эти слова, сам говоришь, и не верится То, что дорогие друзья, уважаемые туристы Пожалуйста, не приезжайте в Крым на майские праздники Я просто хочу, чтобы мы запомнили эти слова И мне кажется, что они должны вот на билбордах быть расклеены по всем российским регионам Уважаемые туристы Готовы рекламы ролик Да, то есть гений маркетинга То есть, уважаемые туристы, не приезжайте, пожалуйста, на курорт И не только на майские праздники И не только в этом году Вообще не приезжайте, да Просто присылайте деньги Ну, это вообще, на самом деле, там действительно, помнишь, был такой фильм с Арнольдом Шварценеггером «Бегущий человек» Он должен был убежать от преследований Все это транслировалось на какие-то камеры Вот иногда кажется, что Крым погрузился в такое пространство Потому что там полицейские отслеживают туристов, которые приехали в Крым И отказались от обсерватора И, соответственно, там... На самом деле, их искать будут достаточно жестоко Вот уже Сергей Аксенов анонсировал, что будет происходить То есть, я цитирую Сергея Аксенова Вот если в течение двух или трех часов Если это расстояние Человек не прибыл в обсерватор Значит, будет ориентировка по Крыму На задержание автомобиля И соответствующие меры До объявления в розыск данных людей То есть, по факту, если ты не успел У тебя сломалась машина Или что-то, ну вот, я не знаю, там, бензин закончился Твое лицо уже начинает транслировать по местным телеканалам Печатают в прессе И говорят, что найдите этого человека Он сбежал от обсервации А потом вспоминаешь фильм «Джон Уик», да? Где там за поимку Кого или иного туриста Объявлена награда Там в 10 или в 14 миллионов долларов А я вообще считаю, что Крым должен быть таким диким западом То есть, есть такие ковбои В роли ковбоев казаки Казаки Вот, и, соответственно, знаешь На столбах или на деревьях Dead or alive И такая фотография человека с каким-то чемоданчиком в кроссах И его ловят И привозят к шерифу И шериф выплачивает, соответственно, вознаграждение Крымчане отлавливают туристов Крымчане отлавливают русских Вот это мне нравится Вот это прекрасный постапокалипсис для Крыма, который уже наступает Так, друзья, а что еще? Ну, это все на словах Это все на словах Потому что вот реально Вот сотрудники этой российской полиции В Крыму ищут сейчас пятерых приезжих Которые вот при въезде на территорию оккупированного полуострова Указали неверные адреса своего местонахождения Скорее всего, они просто-напросто назвали эти адреса Что называется от балды Да, ну вот заезжает человек Он еще не знает, где он остановится Он просто сказал Ну там улица Город Ленина Улица Ленина Там площадь Ленина Дом номер там 25 Так вот, значит Замначальника российской полиции По оккупированному Крыму Александр Смаглин Сказал, что они отработали 584 адреса Якобы 572 лица находились по адресу И соблюдали установленные правила Остальных внесли Вот пятерых внесли в базу И ищут их на территории Крыма Ну, кстати, более того Ну, понятно Ищут пожарные, ищут милиция А Севастополь вообще решил Вспомнить о том, что он, значит, неприступная крепость Вспомнить советское прошлое А может быть он из него и не выходил Я просто, кстати, хочу напомнить Что Севастополь был уже закрыт На протяжении нескольких десятилетий Как база Черноморского флота И вплоть до 95-го года Оставался закрытым городом Въехать куда можно было Только либо людям У которых стояла там прописка Либо у которых было Разрешение на въезд в этот город То есть даже в 95-м году То есть вот до 95-го года Я помню, как мы с папой Не могли, например, поехать в Севастополь Просто так То есть есть надежда, что вот После окончания эпидемии коронавируса Севастополь останется закрытым Спасибо, Паша Мы не знаем, я просто хочу рассказать о том Что теперь так тоже просто не въедешь Власти решили пускать людей в Севастополь Только по QR-коду И там, соответственно, глава местной Окупационной администрации Михаил Развожаев Вот он, соответственно, заявил, что Цитата Есть две ситуации При которых люди могут въехать Или выехать из города Выехать они могут Если у них есть справка Подтверждающая, что они работают На территории Крыма Ну, то есть Другого пространства За пределами Севастополя А въехать в Севастополь Можно, если есть пропуск Бумажно-электронный Подтверждающий возможность Работать в Севастополе Все иные случаи Только через отдельный электронный пропуск Который будет выглядеть Как QR-код Если электронного пропуска нет То гражданин не выезжает И не въезжает в Севастополь Я вот думаю Это же прекрасное пространство Знаешь, такой Мужички ходят такие Раньше, которые в советское время Валюту продавали И потом наркотики продавали Псс, пацан QR-коды нужны? QR в джанкой нужен? Или так Севастополь-балаклава Там Новофедоров Севастополь-балаклава Верхнесадовая Севастополь-балаклава Верхнесадовая Да, открываешь А у него там QR-коды Соответственно, висят Ты и по спекулятивной цене покупаешь Смотрите Для того, чтобы получить Этот самый QR-код На пересечении границы города Нужно будет оставить заявку На портале Российской администрации города Через специальный сервис Но самого сервиса Пока что нет Но обещают его разработать В ближайшие дни Ну, мы знаем вообще Как все это происходит Но тем не менее Ладно Тех, у кого нет пропуска Но они все равно Хотят попасть в Севастополь Отправят на две недели Но уже в платный обсерватор Ранее также напомню Что Севастополь Отказался оплачивать Нахождение нарушителей Самоизоляции В городском обсерваторе А им придется заплатить Около трех тысяч рублей С человека в день Под эти цели Планируется задействовать Даже еще дополнительные обсерваторы Это детский лагерь в Ласпе Напомним, именно там Прошлым летом Отравилось почти 30 детей А сейчас Давайте послушаем Самого господина Развожаева Планы по поездкам По стране Нужно отложить Потому что То, что приезжает По 500 человек В неделю Это говорит о том Что мы дальше ездим По своим делам Катаемся по стране И плевали мы на все Коронавирусы Изоляции И все остальное Конечно, когда лично Пока не коснется Так ничего Кажется страшного нет Поэтому давайте Значит Не получается соблюдать На дому Сейчас вот обсерватор Развернем Дополнительный Все, кто приезжает Есть квартира Нет квартиры На две недели в обсерватор Оплатили прекрасное Санаторно-курортное Лечение В заклеенном Буксе Потом домой Своими делами заниматься Загнать в бараки И срубить бабки Это идеально Нет, я вообще просто То есть человек прилетает В Крым на майске Например, на две недели А ему говорят Либо ты сидишь В самоизоляции Две недели Либо мы Соответственно Тебя на принудительную Самоизоляцию отправим При этом на принудительную Самоизоляцию Ты еще будешь платить 40 долларов в день За то, что мы тебя будем Самоизолировать Условно говоря При этом Удивительное рядом Тот же самый Михаил Развожаев Говорит, что Ну да, карантин Обсерваторы Но мы при этом В городе планируем Не потерять на ситуации С коронавирусом А заработать А как он собирается Заработать Давайте послушаем Понятно, что за границей Непонятно, как там Все закончится В Российской Федерации С учетом перекрытия границ Повышенных мер Более эффективной Системы, которая Сегодня организована По крайней мере Я рассчитываю Чтобы за апрель Все будет понятно Все локализовано будет Соответственно Все возможные последствия Будут предотвращены И мы сможем принять В мае-июне Во-первых, мы праздничные Все мероприятия Проведем на достойном уровне И во-вторых Конечно, будем с удовольствием Принимать гостей Для нас, конечно Это шанс В том числе экономический Заместить в этом смысле Зарубеж Представив наши возможности Богатые Севастополя Вот так еще Совсем недавно В конце марта Михаил Разжаев Надеялся на то Что туристы Будут пополнять Севастопольский бюджет Но уже сейчас Собирается их Отлавливать Прямо На улицах города Это крымский пармезан О том, что же еще Происходит в Крыму Из-за коронавируса Мы расскажем Через несколько минут Не переключайтесь Крымский пармезан Друзья Это снова Крымский пармезан Стас Юрченко Александр Иринковский Павел Казарин У микрофонов Люди, которые Мало того, что читали Крымские новости Так еще сейчас Будут вам их пересказывать Чтобы вы знали Чем живет Украинский полуостров Под оккупационными Российскими знаменами Мы рассказывали вам О том, как крымские власти Отлавливают Соответственно Незадачливых россиян Которые вздумали Скоротать майские праздники В условиях карантина На территории полуострова Они их отлавливают Они их помещают В обсерватор Они требуют Чтобы россияне К ним не ездили Они берут с них Деньги за То, что помещают Их на обсервацию На двухнедельную Всяческим образом Разыскивают С собаками И полицейскими И тем не менее Отдыхающие Не сдаются Турист Это очень странная Сценария души Потому что они И вправду Не сдаются И не сдаются Казалось, что Симферополь Это одно из самых Популярных направлений Вылета из аэропортов Столицы Средней России И Москвы Я напомню, что Несмотря на карантин В России все еще Прекрасно работает Как и авиа Так и ЖД Транспорт Так вот Эксперты сервиса Онлайн бронирования Билетов Проанализировали Пассажиропоток Со второй половины марта Москвичи стараются Улететь туда Где тепло Самые популярные направления Это минеральные воды Махачкала Краснодар Сочи Калининград И Самара Соседней России И оккупированный Симферополь Но поскольку С тристами У крысых чиновников Бороться не очень Получается Александр Расскажет нам С кем же хорошо Получается бороться Очень замечательно Получается бороться Конечно же У тех людей Которых просто-напросто Нет места жительства Постоянно Ну вот По российской традиции Их называют бомжами Человек без определенного Места жительства Но вот по украинской Без хатчинки Так вот В Симферополе Российская полиция Составила протокол На бездонного горожанина За нарушение Правил принудительной Изоляции Вот которую Он якобы Должен соблюдать Я не знаю Правда Где может человек Соблюдать такую Самоизоляцию Если у него Нет постоянного Места жительства Об этом Значит сообщили Участники группы КРО Жизнь в твоих руках В фейсбуке Сергей Михайлов Написал о том Что сегодня Бездомного симферопольца Каталупу Владимиру Александровичу Был выписан протокол Об административном Правонарушении Дескать прогуливался На улице без цели Да вот проблема Каталупов На данный момент Бездомный Вопрос о наделении Его жильем В одном из общежитий Города Симферополя Находится на разрешении В администрации Города Симферополя В общем этот самый Каталупов Он для выживания Уже 20 лет Вынужден перемещаться По городу То есть 20 лет Он живет на улицах Симферополя И вот сейчас Обнаружили это И выписали ему Еще штраф За нарушение Самоизоляции Я не знаю Комментарий Здесь излишне Мне кажется Я просто хочу Прокомментировать Другое Очень по-разному Относятся на самом деле Жители Крыма С изрядным таким Долей пофигизма Простите За прямоту К карантину Потому что Вот там Ну понятно Что это не до конца Релевантный опрос Опрашивали студентов И преподавателей Двух вузов Севастополевского Государственного университета И так называемая Гуманитарно-педагогическая Академия Крымского федерального университета И вот все они Говорят что Ну Они говорят что Во время самоизоляции Их поведение Не изменилось Вообще никогда Ну 70% Я правда не понимаю Что они в это вкладывают Какой у них образ жизни был До начала карантина Мне вот интересно Ну наверное Это пенсионеры явно Ну наверное да Вот Но при этом По какой-то Российской традиции 70% Респондентов Они поддерживают Меры самоизоляции И вообще Шаги которые Предпринимают Власти Мне понравилось Что треть Респондентов Ответила Вот что же с ними Происходит на самократине Вот они просто Заедают Куку постоянно Открывая холодильник Уничтожая все Что там есть Ну все В сухомятку все это делают И не запивая абсолютно Судя по всему Ну на самом деле 45% Ялти Севастополя Говорят Что переживают Легко Но это почему Потому что у них работы Не стало меньше А скорее даже больше А вот другие 35% Они просто страдают И ждут Когда все это закончится И вот можно будет уже Ходить на работу Или там учебу Ну я вообще На самом деле Не особенно советовал бы Ялтинцам ходить Куда бы то ни было Потому что Вот все таки Сказывается Несмотря на все Многочисленные уговоры Крымских чиновников К россиянам Не приезжать на отдых В Крым Несмотря на вот Полицию Которая пытается бороться С нарушителями обсервации Несмотря на всю Эту анекдотическую ситуацию Когда Крым Оккупированный Крым Пытая Уговаривает россиян Не приезжать к ним В гости Они судя по всему Все равно туда ломятся И поэтому В Ялте и Алуште Уровень заболеваемости Коронавирусом В 4-5 раз Выше Ну среднекрымского Об этом заявила Так называемая Глава управления Роспотребнадзора По Крыму и Севастополю Наталья Пиньковская Она Я вот могу легко Я вам знаете что скажу Да Я вам скажу Что в Феодосии Например Уже придумали Как это сделать Как Там просто-напросто Взяли и перекрыли Всю набережную Для того чтобы люди Просто-напросто Не шлялись По территории набережной Ну они будут шляться Теперь по диким пляжам Ну не факт Что сработает Потому что Вот в предыдущих передачах Мы как раз таки Слушали опросы Тех самых россиян Которые приезжают в Крым Они объясняли Что на самом деле Они приезжают Просто пересидеть Весь этот карантин У себя на даче Вот они покупали себе Дачу на южном берегу Крыма Вот и ходят Теперь заражают В ближайшие магазины Вот Бедных крымчан Но защищают В Крыму Не только ялтинцев И алуштинцев Вот защищают Еще Не хотите Павел Да Ну да В общем на скульптуре Повесили медицинскую маску Окей Подождите Подождите Павел Это же очень важно Когда Когда нет Ну хорошо Продайте мне эту новость Потому что я в ней Ничего не понимаю Вот убедите Что она важна Я слушаю Значит Нет Нет на самом деле Жалуются медики О том что не хватает Там средств защиты Да например Люди говорят что там Есть большие проблемы С масками Купить Купить Да Но при этом маску Повесили на памятник Ешкиному коту Александр Вот Тут скорее мне интересно Какого черта В Симферополе Делает памятник Ешкиному коту Он стоит Ладно В двух словах Друзья Тем кто не в курсе Это В восемнадцатом году Администрация Ешкаралы В день Основания Симферополя Подарила Симферополю Точную копию Ешкаралинской Скульптурной композиции Которая так и называется Ешкин кот Но Мне в этом смысле Куда более показательным Кажется то что происходит На востоке И вот в этом На этой скульптурной группе Появилась Медицинская маска Окей Одна Хорошо Поехали дальше Стас что у вас там на малой родине На дальнем востоке Крыма происходит Я был бы рад об этом рассказать Про дальний Дальний Крымский восток Но я прекрасно знаю Что есть Александр Феодосийцы понимаете Издревна Не очень любят Керчь Поэтому рассказать Насолить керчанам Может лучше всего Именно Александр Стас вообще мало кто любит Знаешь что Стас Я тебе скажу Что насолить керчанам Лучше всего могут Сами керчане Особенно если Они видят Что перед ними Хамса Или там Килька какая-нибудь Керченская Ну смотрите Значит вот сейчас Какая история Которая произошла На дальнем Крымском востоке То есть в Керче Торговцев С керченского рынка Как впрочем И большинство крымчан Еще с 28 марта Напомню Отправили на выходные То есть Ну как бы Не карантин А выходные дни Принудительные каникулы Вы отдыхаете На словах Успокоили Вот в том числе И торговцев С керченского рынка Сказали Раз магазины ваши Не работают Напишите просто заявление И вы ничего платить не будете Арендную плату Платить не будете Но Подошел к концу апрель Сейчас напомню Уже май И керченские предприниматели Получили счета На оплату услуг рынка Которые абсолютно Ничем не отличаются От счетов За февраль Март Октябрь Ноябрь Декабрь И так дальше То есть платить им нужно По полной программе Несмотря на то Что они вообще не работали Даже больше уже месяца Ну вполне справедливо Как бы Дань платить нужно Ну да Торговцы керченского рынка Решили встречаться С руководством рынка И задать ему Несколько вопросов Ну как же так Обещали что мы ничего Платить не будем Обещали одно А на самом деле Совсем другое И вообще где взять деньги На оплату этой самой аренды Если мы целый месяц Не работали И когда сможем Начать работать Вот даже самому Митридату Пантийскому Этого неизвестно Ну в общем Керченские предприниматели Которые торговали на рынке Возмутились И стали собираться Перед входом на рынок Ну чтобы пойти И поговорить С директором рынка Чтобы он объяснил Ну а вот почем вообще Этот фунт Керченской консель А сколько нужно заплатить С каждого Мы 37 тысячи Аренду платим Как бы нам сказали Если вы не выйдете Потому что такая ситуация Вы платить не будете Теперь нам сказали Что мы должны платить Нас заставляют 28 марта Собрали толпу Заставили всех записать Ну для того Чтобы арендную плату Не брали Обещали что не будут Обещали что не будут Теперь они говорят Оттрочку до декабря месяца До 20-го Все равно вы за апрель Будете платить Только до декабря Без пеней Ну как это так Мы не работали Люды биткаются Да Вот смотрите Люди жалуются Тут все понятно Как бы они собрали Что им требуют Что там кому 25 Кому 37 тысяч В общем все должны остались И они решили Пойти к директору Но тут вопрос в том Что дошли далеко Не все Кто собрался На этой площади Поскольку предприниматели Вот этого керченского рынка Они забыли Что Керч Это Как и весь Впрочем Собственно говоря Крымский полуостров Это оккупированная Россией территория А там сейчас Где встречается Больше двух человек Туда приезжает полиция И вот начинают Разгонять И кидать людей В каталаж Не стало исключением В общем Из этих правил И эта встреча На керченском рынке Далее вы сейчас Услышите Что же им говорит Сотрудник российской полиции Прекрасные русские традиции Пришли Разогнали всю толпу Позадерживали людей И вправду Керчане все еще Не совсем осознают Что то государство В котором они оказались Которое их оккупировалось Шесть лет назад Имеет абсолютно Другие отношения С гражданами Которые имеют Хоть какое-либо Свое мнение Не ну смотрите Коллеги Да это же вообще На самом деле Очень показательная ситуация То есть Где-нибудь очередь Я не знаю Перед магазином Или перед банком Или перед почтой Где-нибудь Приезжает полиция Говорит Так Че собрались вообще А ну-ка в каталажечку А ну-ка поехали И еще и пять тысяч рублей штрафа 140 тысяч где-то штрафов Было за апрель Применено крымчанам Ну да Ну в общем Кое-кто все-таки Из этих керченских торговцев Он добрался До кабинета директора А последние Да И там этот директор Керченского рынка Роман Бобров Он сказал Ребят как бы А что вы хотели вообще Как бы Торговали Не торговали А платить придется По-честному Рынок не закрывался Рынок работал Оказывались Деленого рода услуги Охрана Оказывала освещение территории Есть и обслуж Которые Они не прекращали Свои деятельности Те расходы Которые были понесены Предприятиями В любом случае Не надо только говорить А эти работали Они должны платить И мы не работали Товар хранат все Товар всех хранится Вот здесь находится ночью Здесь территория освещается Видеокамеры работают Запись ведется Там тоже опять У сумасшедших денег Там два с лишним миллиона Ушло на то Что эти видеокамеры поставить Поэтому Давайте понимать Есть ряд услуг Которые все равно Оказывались Никуда мы от этого не гнемся Простите То есть на рынке Нельзя ничего купить Но при этом Рынок все равно работает Рынок работает И ты заплатишь мне аренду Я не понял А иначе я тебя В каталажку ввезу Еще на 5000 рублей Потому что ты нарушаешь Мою социальную дистанцию Нет Зачем тебя хоронить Ты же курица Которая несет золотые яйца Точно Сколько не пройдет Времени на карантине Все равно ты мне За эти все дни заплатишь Как будто торговал Друзья На самом деле Хроники российского безумия Кого можно на самом деле Поместить в православный храм На мозаику Ну я не знаю Владимира Владимировича Путина Скорее всего Сталина Ну вот человек Который как бы Под нож отправлял Собственно российских священников Вот его Нельзя не запечатлеть Ты шутишь На фреске В главном храме российских военных Нет действительно Там дело в том что Идет большая реконструкция Храма вооруженных сил Главный храм вооруженных сил Российской федерации Который расположен В подмосковной Кубинке И там сейчас готовят мозаики И издание МБХ Медиа Оно публиковало фотографии Этих незаконченных мозаик И на одном из фото Видны изображения Внимание Владимира Путина Министра обороны Сергея Шойгу Главы Совета Федерации Валентина Матвиенко Главы Госдумы Вячеслава Володина Николай Патрушев Это секретарь Совбеза России И директор ФСБ Александра Бортникова И кстати Среди персонажей Среди прочего Узнается ли лицо Сергея Аксенова Такой вот мордатый наш Тайная вечеря По разделу Крыма Ну в принципе В принципе И среди прочего На одной из мозаик Изображен парад победы 45-го года И на ней виден Портрет Иосифа Сталина То есть Прекрасная логика российских церковников Человек Который расстрелял На секундочку Ну как бы Который причастен К К К К Я не знаю К каким-то гонениям На деда нынешнего патриарха Потому что дед нынешнего патриарха Кирилла Российского Он тоже был священником Он как-то пострадал Каким-то особенным образом В 30-е годы Так вот Этот человек Теперь будет Соответственно На Российской Мозаике В главном храме Вооруженных сил И если вы думаете Что это Главное безумство То вы ошибаетесь Оставайтесь с нами Через пару секунд Все расскажем Крымский пармезан Люди Это программа Крымский пармезан В составе Александра Янковского Стаса Юрченко И Павла Казарина Людей которые Приносят вам Столь дефицитные новости С территории Украинского полуострова Который вынужден жить Под оккупационными Российскими флагами Мы собственно Заканчивали предыдущий блок Рассказом о том Что Россия строит себе Главный храм Вооруженных сил Который планировала Открыть В мае этого года В парке Патриот В подмосковной Кубинке Там 95 метров высота И она рискует Сделать Этот храм Третьим по высоте Православным храмом мира В рамках гигантомании Они собственно Потратили 6 миллиардов рублей На этот храм И Среди прочего Готовят Такие мозаики На которых есть Сталин Путин ФСБшники Разные КГБшники Даже есть Сергей Аксенов Вот Ну и собственно Когда появился там Иосиф Сталин На одной из мозаик Готовящихся Для этого храма Отреагировать на это Успели самые разные люди Ну вот Отреагировал на этот человек Которого на самом деле Там не оказалось Поэтому давайте не воспринимайте Ее слова слишком серьезно Наталья Поклонская Бывший Украинский прокурор Вот Высказалась о том Что Вот Она говорит Что ее слова Могут быть Истолкованы по-разному Но Такая картина И эта страница Надо записывать в учебниках По истории А не на стенах храма Ни в коем случае Участники Крымской весны И ныне живущие Участники всех этих событий Не относятся к святым Это мое личное мнение Я этого не понимаю Завела Наталья Поклонская Мне вот интересно Если бы ее там тоже Запечатлели Говорила ли она Быть те же слова Я честно хочу сказать Нет Ну скорее всего Говорила Потому что Она человек довольно эксцентричный Но судя по всему При этом Вот Такая Знаешь Такая Искренькая Глупенькая До искренности Так вот Судя по всему Собственно Общественный резонанс Сделал свое дело Эту мозаику Скандальную С российскими чиновниками Вполне возможно В этот храм Вешать не будут Об этом уже успел Написать коммерсант Ну Что будет На ее месте Непонятно И Но Сталин то останется Со Сталином Мозаика По вопросам А? Коллеги Ваша версия Какие ваши версии Керченский мост Туда Вполне Можно было бы Но он Какой Масштабный Это было бы Красиво Сколько места И можно Строительство Мироточщий бюст Николая Второго Обязательно должен быть В храме Согласен Еще у меня есть У меня есть такой вариант Это может быть Например Николай Второй И Ленин Идут рука Об руку К светлому будущему А за ними идет Сталин И у Сталина Написано Крым наш Я думаю Что у вас Александр Просто нет Ничего святого А поезда Сирийским оружием Которые вот Курсировали По территории Российской Федерации В общем Друзья А кстати Кстати про поезда Расскажите мне Про поезда В общем Если говорить про поезда То поезда Некоторые были отменены И к примеру Поезда Которые следовали Из Санкт-Петербурга В Севастополь Были вовсе Были вовсе Отменены На ближайшее время Но На самом деле Последние разы Они и так не ездили Потому что Да Просто никто Не покупал билеты Ну кстати Еще одну тему Успела прокомментировать Наталья Поклонская Господи Паша Ладно Поехали дальше Выбирайте Давайте так Давайте я вам расскажу На этой неделе Была одна памятная дата Для некоторых Крымских чиновников Которые после 2014 Они так очень Как бы Ну Массово влились В российское поле Да То есть они Так показательно Стремятся Продемонстрировать Что они абсолютно Ничего не имеют Общего с Украиной А они значит Все это время Жили и думали Только о России И сейчас Понятно что Продуцируют Такое большое количество Таких верноподданических Российских заявлений Так вот Например Глава Подконтрольного России Крымского парламента Владимир Константинов Который Собственно говоря Возглавлял Этот самый парламент И тот 2014 года Тогда же он Получил звание Заслуженного строителя Украины Владимир Константинов Заявил что Высшей точкой развития Российского парламентаризма Стали события 2014 года В Крыму То есть логика Понимаете да Российский парламентаризм Был создан для того Чтобы Присылать Украинский полуостров Крым Присылать Российских военных Вот И Показать торжество Справедливого Голосования Референба Под сдулами автоматов Идеально Идеальный парламентаризм А теперь давайте послушаем Более новому Более развитому Периоду Своего Конституционного развития Конечно Роль парламента И Крымского парламента Российского парламентаризма Она очень высока И сегодня Именно через эти институты Проходят процедуры Все возможные И статус депутата Повышается И отношение людей К партиям К депутатам Все это Это очень важная работа То есть Это прекрасная история Ребят Вот когда мы Аннексировали Судеты И сделали Аншлюз Австрии Это была история Про парламентаризм Вот Вторжение Германии В Советский Союз Это была Торжество дипломатии Я бы даже сказал Демократии И демократии В том числе Ну то есть Удивительный пример Того Как люди называют Черное и белым То есть В твою страну Врываются Военнослужащие Другого государства Оккупируют Разоружают Устраивают Начинают заниматься Чистками Репрессиями Обысками Кидают в тюрьмы Невинных людей А ты говоришь Ну это прекрасный пример Развития парламентаризма То есть Ну в принципе С другой стороны А чего мы ждем От глав оккупационных администраций Между прочим На этой неделе Еще произошло Такое историческое Можно сказать Событие Между ними пробежала Черная кошка Это какая Они не сошлись В одной дате Вот памятной Оценки событий 66-ти летней давности Вот Один из них Заслуженный Вот Строитель Украины Считает Что Передача Крыму Украинской ССР Это праздничный день А вот второй Говорит Что это день Горя и печали Делать между ними Вот Возник на самом деле Экспромтом На заседании штаба По противостоянию Распространения Коронавирусной инфекции Вот Владимир Константинов Отвлекся от самой темы И напомнил Что 26 апреля 1654 года Крымская область Была передана Украинской СССР И акцентировал Внимание Что крымчане Должны это помнить Стата Мы обязательно Это отметим В государственном совете И скажем важные слова Пообещал Константинов На что Аксенов заметил Это должен быть Траурный день Траурный Ну и бог с ним Слушайте Друзья Там Вообще очень любопытно Наблюдать Как коронавирус И карантин Они рушат Главную российскую Духовную скрепу Это Историю Про вот эту Гражданскую религию Связанную С 9 мая Там В Москве Уже собственно Переносят Всяческие Праздничные мероприятия Ну и в Крыму Соответственно Отменены Традиционные мероприятия В честь Этого 9 мая Потому что Всех призывают Сеять дома Участвовать В В праздновании Юбилейной даты Тоже из дома Но при этом При этом То что все Будут сеять дома Не помешало Крымским чиновникам Освоить 10 миллионов рублей На украшения городов И на подготовку К мероприятиям Которые проводиться Не Будут Ну то есть Например В Керчьи, Симферополе, Севастополе Запланировали Торжественные салюты На 9 мая Но при этом Граждан призывают Сидеть дома То есть У тебя Если окна Не выходят На площадь Но как бы На ту сторону Города Где будут Вот эти салюты То тебе не повезло Но 10 миллионов рублей Уже чиновники освоили Я прям представляю Как все Все люди Вот как законопослушные Сидят дома И никуда во дворе Не выбегают А вы знаете Это вообще Гениальная схема Это вообще Абсолютно Гениальная схема Потому что Люди потом Можно вообще Ничего не расстреливать Не выстреливать Эти салюты А когда люди будут говорить А где же салюты А каждому сказать У вас окна Не в ту сторону выходили И в принципе А кто проверит То вообще И у тебя Не на ту сторону И у тебя Паша И у тебя Стас Тоже не на ту сторону У вас у всех Выходили не на ту сторону А вот Кому надо Тот увидел У того на ту сторону Выходили Так можно узнать Кто друг А кто враг вообще Мне больше того Мне любопытно, что, собственно, глава местного парламента Владимир Константинов заявил, что у нас есть несколько инициатив, как отпраздновать этот день, а давайте, собственно, петь фронтовые песни в домашних условиях. Я считаю, что это должна быть региональная программа с бюджетом в 5 миллионов рублей. Давайте крымчане будут петь фронтовые песни в домашних условиях на 9 мая. Более того, он призвал это вывесить георгиевскую ленту на каждом окне, вот, и еще, а вот рекордсменами по сумме трат на День Победы стали чиновники российской администрации Симферополя. Они почти 8,5 миллионов рублей потратили на праздничные инсталляции. Подожди, то есть на те праздничные инсталляции, на которые Симферопольцам смотреть как раз-таки нельзя, ведь их штрафуют на 5 тысяч рублей, если они выходят вот куда-то из дома. Да, но в городе создадут парадный вид. Для кого, спрашивается? Ну, это хороший вопрос, у меня, честно говоря, ответов нет. На самом деле... Ну, у меня, подождите, у меня есть вопрос. Вот я читаю это постановление. На улицах города, согласно закупкам, должны появиться растяжки. Что они имеют в виду? Ну, чтобы точно не шастали по улицам, Александр. Ага, баннеры и светящиеся звезды. То есть звезды на небе уже, в принципе, появились. Как бы можно больше даже и не тратить бюджетные деньги, но нет. На самом деле, вот весь этот цирк будет завершаться еще такой прекраснейший, как военной техникой, которая будет осуществлена мощной акустикой, будет ездить по улицам городов и транслировать песни. То есть не танки будут, но ты сидишь дома, по улицам ездит военная техника с песенками, и не дай бог ты куда-то высунешься. На Черноморском флоте России затеяли две акции. Одно это с добрым утром ветеран, а второе это автомобиль победы. Первое это вручение солдатами цветов ветеранам Второй мировой войны. Опять-таки, люди, которые должны сидеть дома на полные самозряции, не имеют права вообще выходить на улицу. К ним должны прийти молодые люди и вручить цветы, и, возможно, сразу же вирус. Второе, проезд по улицам северных пунктов военного автомобильного транспорта, оснащенного звука, вещательной аппаратурой для трансляции музыкальных произведений военных лет. Да, все замечательно. Но, знаете, я даже не знаю, что более замечательно, чем такие траты Симферопольской администрации, ну, подконтрольной России. Они, видимо, для того, чтобы скрыть от шпионов. Знаете, все-таки шпионы, хотя уже 75 лет прошло с момента окончания Второй мировой войны, скорее всего, в головах этих людей есть еще шпионы, которые постоянно хотят узнать, что же вот такое там происходит в подконтрольных России администрациях. Такие события государственной важности они там вещают. Ну, например, как потратить несколько десятков миллионов, как их там распилить и спионерить. Так вот, значит, администрация Симферополя закупила систему антипрослушки. Такая заявка была размещена на сайте госзакупок и обошлась такая система в 115 937 рублей. Подождите, то есть это не госсовет, да? Это сделал не совет министров, это сделал всего лишь Симферопольский городской совет? Мы теперь хоть знаем, где вообще на самом деле принимаются такие стратегические решения по всем вопросам, не только, видимо, на территории купированного Крыма, но центр вселенной фактически. Друзья, у нас остается совсем немного времени, буквально три минуты, но давайте поэтому традиционная рубрика новости одной строкой в Севастополе. Я вообще не знаю, как курортный сезон переживут, там прогонят все наливайки, друзья. Так, причем тут курортный сезон, Павел. Кроме курортного сезона, есть еще невероятное количество севастопольцев, которые просто живут в этом городе, не могут оттуда никуда выехать, не могут позвать себе друзей из Крыма, не знаю, они находятся в режиме полной самоизоляции. В Севастополе разработали закон, запрещающий торговать алкоголем в подвалах и других помещениях жилых домов. К общей площади теперь, в общем, будет предъявляться требование не менее 50 квадратных метров для заведений, которые продают алкоголь. Не знаю, может, это и хорошо, на самом деле, может быть, я зря иронизирую по этому поводу. Что еще нас на этой неделе поразило, друзья? Кстати, вы же помните, что больше 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом уже отмечено целиком в Российской Федерации, а она так подбирается, эта страна, к печальной категории лидеров. Поэтому я вам скажу, коллеги, что с 1 мая в Крыму, именно, наверное, поэтому, решили возобновить работу предприятий сферы услуг. То есть, с 1 мая в Крыму возобновили свою работу салоны красоты, ателье и хозяйственные магазины. Видимо, как-то считают, что Крым недостаточно приблизился к России. Вот эти местные руководители, назначенные Крымом. Сергей Аксенов, поэтому решил, что начнут все-таки работать парикмахерские, предприниматели, которые предоставляют услуги по ремонту обуви, стирке, химической чистке изделий, а также ателье. Да, друзья, в общем, на самом деле, для вас советую, рекомендации наши очень простые. Берегите себя, пожалуйста, потому что, кто его знает, что могут привезти в Крым все эти непонятные россияне с материка. Оставайтесь дома, самоизолируйтесь по лесам, во всяком случае, там безопаснее. В лесах ходить тоже нельзя, ты понимаешь, вот в чем. Сидите дома и слушайте, крымский пармезан, он всегда для вас самый прекрасный. И самый интересный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова